Всем доброго дня, доброго вечера, доброго утра, ночи, полудня и так далее и тому подобное. Не знаю, когда вы смотрите нашу программу, но благо вы ее смотрите FIFA прогноз в очередной раз на связи. В студии, как всегда, мы Роман Полинсков, Игорь Белоногов. Игорь, приветствую. Салам алейкум. Как давно не виделись, да. Что у нас сегодня на прогноз? Сегодня у нас Лига Чемпионов, наша любимая и супер матч Бавария-Барселона. У нас Барбавария, да. Барбавария. Так, хорошо. Итак, замечательно, завершается групповой этап и напоследок у нас вот такое супер противостояние, мне кажется, вообще шикарная вывеска. А, кстати, по группе там что у них вообще, как дела? Ну, у Баварии все супер, у Барселоны вообще не супер, по-моему. Ну, Бавария на первом месте, их уже никто не подвинет. А Барселона, если проиграет, а Бенфика выиграет Динамо Киев, то Барса мимо плей-оффа ЛЧ. И она будет в ЛЕ. Да, да. Причем в плей-офф ЛЕ сначала. В плей-офф ЛЕ, да. Ну, 1-16. Да, типа того, со вторым местом Лиги Европы. Ну, там вот этот формат новый, короче. Ну, то есть, если они проиграют, они пролетают. Да, интересно, у Барселоны может быть новый трофей в копилке? Да. Или они брали кубу Куефа раньше? Вот, не помню, кстати. Помню, нет. Я думаю, для них это вообще неценный приз, поэтому. А вдруг? А вдруг? Манчестер Юнета там прям рвался к Лиге Европы. Ну, для них вот последнее время на это действительно крестижный приз. Барселона как-то все-таки еще держится в грандах. Ну, не знаю. Надо читать. Но я не помню, что они кубу Куефа брали. Ладно, давай по коэффициентам. Давай по коэффициентам. А там, собственно, все не в пользу. Барселоны, мягко говоря, на Баварию 1х дает 1,7. 1,66. Винлайн фонбет 1,65. На Барселону 4,58. 4,3. 4,40 фонбет. Ну, тут явно не верят в испанцев. Хави тоже особо как-то... Ну, ничего, кстати, тоже 4,5. Примерно так же, как на победу Барселоны. То есть немцы явные фавориты. При том, что у них 15 очков из 15. Они железные первые. И у них Ливандовский, которого обидели как раз-таки... Да. Из-за того, что не получил золотой мяч. Да, злой он будет, судя по всему. Наверное, из-за этого. Ну, проверим. Бавария, Барселона. Заключительный тур группового этапа Лиги Чемпионов. Поехали. Ну, что? Вот она, Мордовия-арена. Угу, понеслась. Конечно, можно было поэкспериментировать. Какой-нибудь слабенький состав поставить. Балат Чили на расслабоне. Ну, да, о чем? Все, короче, слабые, бронзовые. Ну, кроме Ливандовского. Ну, да. Чтобы он отомстил. Ну-ка, что-нибудь там сейчас намутим. Знаешь, по-моему, Барселона выпустила такой состав. Потому что я не понимаю... Ты сейчас спокойно добежал. А мои где-то там, ну, за километр такие. На Чили, на расслабоне. Ну, они забивать вышли. Так что, что им там в баронику думать? О, нормально. Там чувак в другую сторону вообще. Такого Роберта уронили. Ну, да, его я в атаке не вижу. Так. Что ты сделал? О, нормально. Ладно. Терштеген на месте. Начало хорошее. Так. Все, выноси. Так, Каутиньо. Причем, вот Каутиньо от Ливерпульского формата, он еще более-менее адекватный был. А он в Барселоне тоже хорошие пасы раздает. Педри. Он не вручается больше, или что случилось? Нет. Я чуть запутался. Вручается, только он вручается FIFA. А это вручается францфутболту. Тоже францфутболту, да. А голден бой кто выиграл? Ну, не испонять. А он вообще раздавался уже в этом году? Я поэтому и спрашиваю. По-моему, FIFA еще не проводила свою церемонию. Ну, что надо. Да, Ливан Доскер, конечно. Да, машина разогналась. Так, а сейчас уже на перерыв скоро пойдем. Надо бы в раздевалочку оформить. Так, ну что, надо это. Не оформили. Ну, знаешь, к концу первого тайма... Разыгралась. Она проснулась, разыгралась. И... И по статистике вообще ничего. 65 на 35. 8,1. 2,6 на 0,9. Ну, это за счет этих. Там миллиард угловых было в начале. Там почти каждый удар. Там, что опасного? Ты был смотри. И с возьми ударов, ожидаемых два с половиной. Ну, тоже такое. В целом, подвыровнял-то немножечко. Так, что нормальная игра. Ну, ладно, поехали смотреть второй тайм. Поехали. Как там, рыба-карась, игра продолжилась, да? Да. Именно так, кажется. Иван Довский. Что-нибудь там еще сейчас можно оформлять. Ну, не. Догоняй! Да, ну, не, 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 не. Беги, 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 беги. Нет, 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 нет. 700 тысяч лет. И чего ты сделал? Прогресса. И вот что получилось. Опа. Ну, давай, исправляйся. Исправился. Мюллер. А теперь можно в обороны. Уверен? Да. В прошлый раз ты так пропустил два. Так и не ведутся, шикарный финт. Просто как подкатка ряги мяч отлетел. Опа. Да камон. Оп. Я случайно это сделал. Ооо. Я случайно. Лига Европы. Я случайно. Маши другой в Барселоне. Я перепутал этот, R1, L1. Вышло даже это. Унизительно. Мотивация Роберта сработала. А что-нибудь тоже еще можно за... Ты немного не тем игроком забиваешь. Он, по-моему, пиво перепил перед игрой. Что он делает, ты начал? Чтобы ты не проходил через мою защиту. А времени-то вообще нет. Времени-то нет. Да ну... Да, без игуэрчика. Без остальных таких нормальных игроков. Барселона сделать ничего не может. Видно, что пьяный, конечно, пошел за пивом. Да, еще одним. 4-1. 4-1. Бавария дома в Саранске. Одержит победу. Смотрим статистику. Ну, там страшно все, мне кажется, да. 20 на 2. Это вот... А, ну, у тебя там был момент... Это у Каутиньо, да, момент, когда был? Наверное. Кстати, крутой, да, был. Я еще думаю, сейчас опять пропускать. Ну, что? Ну, это Бавария, а что? Ну, да. А это Барселона. Ну, да. Ой, ну, у меня нет слов по такой статистике. Вообще нет. Не знаю, я вроде даже вчера и в FIFA сам играл, чтобы потренироваться там, что-то попробовать. Зато у меня сейфов больше. 11. У тебя один. Да, блин. Потому что у меня ударов всего два. Как-то так. Бавария одержит победу над Барселоной 4-1. Итак, счет в матче 4-1. Бавария одерживает победу, и у них 18 очков из, по-моему, 18 возможных, да? Да. А у Барселоны надежда на то, что Динамо Киев выиграет Бенфику. Да. Насколько реальный такой исход? Вполне реальный, мне кажется. Потому что Хави пришел, окей, все рады. Но пока, вот что я смотрел, там особо ничего не поменялось. А Бавария – это машина, которая как была всегда, так и остается. Так что я не удивлюсь, что так же все пройдет. И то, что Мюллер трешку отгрузит. Или Вандовский. Вот. Ну, почему бы и нет, кстати. Может, он реально там напьется опять перед игрой. Наверное, все. И там закинет. Ну, про него же хочется говорить, что это, по-моему, сам пьющий вообще игрок в мире, который только мовит. Ну, при этом он классно играет. И сколько? Прикольно. FIFA его обязательно надо теперь покупать. Он собирает в Бундеслигу или какой-нибудь гибрид с германской лигой. Ну что ж, ставка такая. Коэффициент 1,6 там, да, 1,6 или 1,4? 1, ну, полтора, короче. Коэффициент полтора срабатывает. Барселона ждет, что закончится, точнее, что случится в последнем матче между Бенфик и Динамо Киев. А Бавария ждет жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов. Да. Которые скоро, кстати, уже будет. Будем мы смотреть. Игорь Белоногов. Роман Плинцков. Для вас ввели эту программу. Ставить или не ставить, это ваш выбор, но наш прогноз именно такой. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok